Субтитры делал DimaTorzok И будем болеть за него изо всех сил Я вот настаиваю на термине не реванш, а все-таки рематч Потому что в том поединке, который признан несостоявшимся Мы увидели три раунда по факту Мы увидели первый, который забрал Вадим Забрал уверенно, причем используя все свои ресурсы практически И темп, который он предложил Кори на старте, был слишком высок для него Во втором был фактически перелом В третьем захватывает инициативу Кориандерса на рассечении Все шло к тому, что у Вадима дела были бы очень плохи в четвертом-пятом отрезке Но опять же, не будем называть про фактор перетренированности Про сложную подготовку Вадима к тому поединку В этот раз тоже все довольно занимательно Я поговорил с Александром Васильевичем Мечковым буквально вчера И подготовка... Но разговор не записал Да, конечно же Это тебя не красит, кстати Потому что мы-то все хотели сейчас, и я тоже, в рамках программы Посмотреть кусок интервью Александра Васильевича Но ты поступил эгоистично, на мой взгляд Нет, не то, что эгоистично Просто, во-первых, Александр Васильевич не так сильно любит появляться на людях И он довольно скромный человек, тренер И опять же, то, что не в кадре, как правило, в такие моменты рассказывается гораздо больше Так, вот В общем, что удалось узнать? Три этапа подготовки было у Вадима Немкова Первая часть – это старый оскол Там была такая, можно сказать, вводная часть Затем основная в Таиланде Где Анатолий Малыхин помогал Вадиму Немкову Кстати говоря, в социальных сетях можно найти там видео Действительно, очень здорово Толя нагружал Вообще, Анатолий Малыхин в Таиланде Делает просто невероятные, конечно, работы для других парней Сам не выступает, но долгое время Кстати, очень многие про это рассказывают Что вот приезжая в Таиланд И там именно в плане спаррингов Именно в плане имитации других бойцов И, кстати, здесь это очень круто получилось Потому что, ну, я бы не сказал, что прям Малыхин и Кори Андерсон Стилистически похожи, да Но я уверен, что Малыхин очень легко может копировать манеру Кори Манеру, да, по габаритам он не подходит Но, опять же, Кори очень хорошо борется И мы видели, насколько это успешно проходит в первом поединке в апреле Как раз в этом аспекте Анатолий очень здорово помогал Ну, не только работали Они там развлекались, на картинге катались и так далее В общем, Вадим совмещал приятное с полезным Третий этап проходил в США Причем туда Вадим прилетел задолго до турнира В начале, по-моему, октября, там, в десятых числах То есть, грубо говоря, месяц он уже там находится К нему присоединился Валентин Молдавский Традиционно И приедет Федор Емельяненко, уже приехал Да, он вылетел после Кубка Содружества Которую вы могли видеть в ОК, естественно Вот, и там будет Вот эта троица Мощнейшая, да, Федор Емельяненко, Валентин Молдавский и Вадим Немков С одной стороны мы ждем этот поединок С другой стороны мы еще и ждем Новости от Федора по возвращению из США Да, потому что, в общем, все ожидают Ну, в этом году, судя по всему, бой Федора уже не состоится Хотя, честно говоря, очень бы хотелось увидеть поединок Федора Не знаю, прощальный или нет Но именно на Сайтама Суперарене Именно в новогодний вечер, а для России в день 31 декабря Ну, как известно, именно на этой арене Именно 31 декабря в разные годы Федор провел там, насколько я помню, больше десятка поединков Но, судя по всему, уже просто времени остается очень мало для таких мощных анонсов И поэтому поединок Федора ждем уже в следующем году Да, кстати говоря, вот рейтинг полутяжелого веса Переходим все-таки к главной теме Первое место Кури Андерсон Вадим Немков чемпион Более того, Вадим на втором месте в рейтинге Паунфу Паун в Белатре Он тоже существует, если кто-то не знал А на первом кто? На первом кто? Патрисио, конечно же, прейер Которого мы в этом турнире не увидим Поэтому, так или иначе, Вадим Немков и Кури Андерсон Это действительно особенный поединок, за которым будет наблюдать весь мир И у нас фаворит, с точки зрения букмекеров, не Вадим Учитывая то, как проходил первый бой Да, конечно, потому что я не зря употребил именно термин реванш Потому что, ну, концептуально получается, что для большинства зрителей Именно Кури вел в том поединке Я понимаю, что это все там очень могло сложиться непредсказуемо Но фактически-то получается Ну вот именно по гамбургскому счету Получается, что Вадиму необходимо реваншироваться Вот, и будем надеяться, что это все сложится для него успешно и хорошо И, кстати, вот все, что ты рассказал про подготовку Вадима Это же выбивается из общей канвы Вообще, в принципе, помнишь, мы часто следили за его подготовительными процедурами и так далее Сейчас все по-другому, все изменилось после прошлого поединка Да, и здесь был добавлен Таиланд Был добавлен Анатолий Малыхин Потому что Валентин Молдавский, при всем уважении к нему Все-таки человек, которого досконально знает Вадим Нужны какие-то новые спарринг-партнеры Малыхин в этом плане откликнулся Кстати говоря, Валентин Молдавский будет на замене в поединке Форчуна и Джеймса Так что, может, мы и Валентину увидим на этом турнире Что еще рассказал Александр Васильевич? То, что принципиально как раз подготовка не менялась Главное, она сбалансирована Потому что тот темп, которым работал Вадим в первом раунде Его нужно просто разделить на пять отрезков И в таком темпе, как с Филом Дэвисом, грубо говоря, провести Достаточно будет и трех Помнишь, три забрал, четвертый уже был туда-сюда Пятый Фил Дэвис забрал Кстати говоря, с точки зрения полных пятираундовых боев За всю карьеру у Вадима такой один И у Кори такой один Причем на заре карьеры Кстати, если Вадиму удастся провести В высоком темпе, не позволяя сопернику переводить Два раунда То, скорее всего, в третьем раунде Кори Андерсон очень сильно начнет нервничать Потому что у него уже не будет пространства Для тактического маневра Ему надо будет газовать, отдавать все силы И любыми способами забирать третий раунд И здесь, в общем-то, может как раз случиться Нечто нехорошее для Кори Да, надо вырубать, надо газовать Вадим, вперед Будем болеть, переживать Надеемся, что все сложится удачно И ждем больших новостей от Федора И двигаемся дальше Еще одна небольшая ремарка Дело в том, что Понятно, что фактор акклиматизации здесь уже роли не играет Вадим уже очень давно в Америке Но дело в том, что Кори Парень-то из Иллинойса Он живет в городе Рокфорд Который находится совсем недалеко от Чикаго И зал-то, в общем, будет прям топить за него Огромное количество его друзей Его земляков приедет И что-то подсказывает, что не случайно Именно в Чикаго этот турнир был организован Ну, где бы он ни проходил, все равно болели бы за Кори В Америке Ну, в Америке, да Так что тут, так или иначе, Вадим будет с этим справляться И, я уверен, без проблем